В период войн и завоеваний Династия, которая разрасталась, чтобы стать первым великим царством в Малой Азии Государство, основанное на самой передовой юридической системе своего времени Цивилизация, которая формировала культурные связи между Древними Востоком и Западом Язык, который является самым ранним образцом всех индоевропейских языков Мифология, оказавшая влияние на греческую и римскую литературу, а также на Библию Цари, побеждавшие фараонов в величайших битвах в истории Независимые гордые мужчины и женщины, которые правили Ближним Востоком Империя, которая изменила древний мир Хеттская держава Вы узнаете о происхождении хеттов и образовании хеттского царства Выясните особенности положения царя Познакомитесь с завоевательными походами хеттов И получите представление о религиозных верованиях этого народа Происхождение хеттов Хетты упоминаются в священной книге христиан Библии В египетских и ассирийских надписях говорится о стране хетта или хатти Трудно представить, что до недавнего времени мы почти ничего не знали об истории этого народа В начале 20 века немецкий ученый Гуга Винклер начал раскопки недалеко от столицы Турции В результате он обнаружил не только следы древнего города, но и святилища народа, жившего в древности на этой территории А также тысячи глиняных клинописных табличек Долгое время хеттские письмена не поддавались прочтению Они заговорили только во второй половине 20 века, после того, как ученым удалось их расшифровать Хетты были первым индоевропейским народом, создавшим в древности могущественное государство Индоевропейцы являются предками большинства современных народов Европы и Азии, в том числе белорусов Первоначально хеттские племена обитали на степных территориях, расположенных к северу от Черного и Каспийского морей Здесь они занимались животноводством, разводили коз и овец Со временем приручили лошадей и научились использовать их для передвижения колесных повозок Образование хеттского царства в Малой Азии В конце третьего тысячелетия до нашей эры хетты вторглись в пределы Малой Азии, территории современной Турции Они покорили местное население и основали несколько государств, которые в XVII веке до н.э. объединились в единое хеттское царство Столицей хеттского государства был город Хаттуса Сегодня раскопки Хаттусы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО В древности Малая Азия была своеобразным мостом, соединяющим Переднюю Азию с Балканским полуостровом, то есть с Европой Через нее проходили многочисленные торговые пути Большую роль в жизни народов этого региона сыграли его природные богатства Железная руда, медь, серебро, свинец, золото Хетты, раньше египтян и народов Междуречия, овладели секретом выплавки железа И сохраняли этот секрет столетиями Они научились делать из железа не только орудия труда, но и оружие Кинжалы, мечи, наконечники для стрел Обратите внимание на кинжал Он был найден в гробнице фараона Тутанхамона Ученые предполагают, что кинжал мог быть подарен фараону хетским царем О чем, на ваш взгляд, свидетельствует этот факт? Поставьте видео на паузу и ответьте на вопросы Царь и царская власть Во главе хетской державы стоял царь Он был верховным главнокомандующим Верховным судьей и верховным жрецом многих богов Царь был обязан вести войны и выполнять священные ритуалы Успешные военные походы приносили богатую добычу А от молитв богам зависела сама жизнь страны Хатти Рассмотрите рельеф с изображением колесницы Обычно на колеснице располагались три воина Предположите, как распределялись их роли Царю хеттов первоначально не поклонялись как божеству Однако со временем его стали обожествлять, как бога грозы Даже во время войны царь оставлял вместо себя своего полководца И спешил в столицу для совершения религиозных церемоний Важным достижением хеттов были их законы Людей по законам могли приговорить к смертной казни И даже царя хеттов на раннем этапе развития хеттского государства За нарушение законов могли наказать перед советом знати Поставьте видео на паузу и поработайте с историческим документом Поставьте видео на паузу и выполните задание Завоевательные походы хеттов Основу военной мощи хеттской державы составляла хорошо организованная и обученная пехота Ударной силой хеттской армии были легкие боевые колесницы, запряженные лошадьми Хетты покорили Малую Азию Завоевали северную часть Сирии Они вели войны с Вавилоном и успешно соперничали с Древним Египтом Жителей завоеванных мест часто обращали в рабство Наивысшего могущества держава хеттов достигла в XIV-XIII веках до н.э. Однако непрерывные военные походы сильно ослабляли страну Хетты были не только храбрыми воинами, но и искусными дипломатами С помощью переговоров и соглашений они часто добивались того, чего другие старались добиться при помощи оружия Объясните, что значит быть искусным дипломатом? Какое значение это искусство имеет в наши дни? Около 1200 года до н.э. в Малую Азию вторглись племена, обитавшие на побережье Эгейского моря Народы моря Они положили конец могуществу огромной хеттской державы Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос Религия хеттов Дошедшие до наших дней клинописные библиотеки дают яркое представление о том, как жили хетты, с кем воевали и во что верили Хеттов часто называют народом тысячи богов Многих богов они заимствовали у покоренных народов Верховным божеством у хеттов считался бог грозы Почиталась также его супруга, богиня солнца Широко известны были боги и богини плодородия Почитали хетты и священных животных? Быка, льва, священных птиц, например, орла Священного орла хетты изображали двуглавым Вспомните, на гербах каких государств вы встречали двуглавого орла? Поставьте видео на паузу и ответьте на вопросы Подведем итоги Хетты одними из первых освоили железо Создали мощную постоянную армию Хеттское государство являлось одной из могущественных держав древности Хетты были не только мужественными воинами, но и искусственными дипломатами Для качественного усвоения темы и закрепления знаний Рекомендуется прочитать параграф учебного пособия и выполнить задание Также можно выполнить задание по QR-коду на планшете или мобильном телефоне Продолжение следует... Продолжение следует...